Расскажи, когда-нибудь ты пробовал не свои наркотики? Да, конечно. Я, в общем-то, какое-то время, когда я не мог или не хотел заниматься синтезом, я просто покупал эти наркотики. В сравнении с тем, что делал ты? У меня было гораздо лучше. Меня зовут Артур, 26 лет. Я нахожусь сейчас в реабилитационном центре Нонарко с проблемой зависимости, так как я употреблял несколько лет метамфетамин, мефедрон, амфетамин. Ну, я начал употреблять участь в медицинском университете. Ну, я, в принципе, врач-терапевт по специальности. И я изучал различные американские сайты, на которых были исследования и различные обсуждения амфетамина как средства для лечения, к примеру, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, то есть СДВГ. Также амфетамин, он как бы изучался и обсуждался как возможный наотроп. И вот по под влиянием этих статей я начал первое свои употребления. Считал, что у меня, возможно, есть это заболевание, потому что у меня были небольшие проблемы с вниманием, каким-то, с переключаемостью. И удивительно, но, конечно же, амфетамин мне в этом помог, и я действительно стал лучше себя чувствовать, лучше. Успеваемость из-за этого создалась иллюзия, что он мне помогает с медицинской точки зрения. Но это, в общем-то, было не так. Я изучал и негативное влияние, но для меня оно казалось чем-то таким далеким и чем-то то, что меня не коснется. То есть я и про зависимость читал, и про влияние на сердечно-сосудистую систему, и, в принципе, на изнашивание нервной системы, которая сопровождает употребление стимуляторов. Но, тем не менее, я больше, скажем, как-то больше, не знаю, доверял, что ли, именно исследованиям, где какой-то положительный опыт выносился из этих. Начал принимать исключительно для повышения работоспособности и успеваемости в учебе, так как я в то время работал, учился в медицинском и параллельно учился на переводчика. У меня было очень много интеллектуального труда и хотелось еще какие-то свои, может, проекты развивать. То есть там пробовался в научных статьях, я писался, получал там какие-то за это награды небольшие. И чтобы лучше соображал мозг, чтобы какие-то способы познания, что ли, развить в себе, я, в общем-то, начал употреблять. Ну, то есть я стал усидчивым, я стал мотивированным, я стал буквально часами проводить за изучением какого-то материала, я начал на отлично задавать все сессии, я, в общем-то, закончил медицинский в итоге с красным дипломом. И действительно это как бы давало поначалу какой-то толчок. Первый мой наркотик – это метамфетамин. И когда я его пробовал в первый раз, я действительно испытал довольно сильный всплеск эмоций. И там доходило повышенное настроение до эйфорических моментов, когда я, допустим, музыку слушал. И мог еще поэт это дело, как бы, какие-то дела свои параллельно делать и все успевать. Действительно, как бы, это питало и гордыню, и какую-то самоуверенность. И я испытал от этого и чисто наркотическое удовольствие. Я пытался дать какую-то объективную оценку происходящему и понять, что это может привести к каким-то плачевным последствиям. Но первое время я просто пытался делать меньше дозы, меньше, как бы, реже употреблять, там, допустим, раз в месяц, раз в два месяца. И употреблять только перорально, то есть путем, ну, проглатывания вот этого метамфетаминсодержащей жидкости. И я думал первое время, что это мне поможет в дальнейшем, как бы, при необходимости отказаться от этого. Нет, это исключительно временный эффект, то есть ты выпиваешь, ну, и там, не знаю, там, растворяешь порошок, в воде выпиваешь, и минут там через 20-30 начинаются вот эти первые эффекты, которые выходят потом на палату. Так как это пероральный способ, там нет какого-то прихода, там просто идет ровный, стабильный эффект. И, как бы, он немножко, ну, затуманивает взор, он не дает первое время вообще разглядеть, что это немного опасно, потому что все происходит достаточно постепенно, и ты постепенно включаешься вот в какую-то работу, и потом уже не замечаешь, как, допустим, часов 16 пишешь там научную статью, там, какие-то свои какие-то выводы делаешь. Смотрел фильм про эту таблетку? Области тьмы? Да. Да, смотрел. Какие-то параллели проводил? Да, да, мне вообще, как бы, один из моих таких был любимых фильмов в то время, наверное, про НЗТ, и я мечтал долгое время о том, чтобы какой-то похожий опыт получить, и, как мне казалось, первый раз я действительно получил нечто похожее на НЗТ. А когда ты понял, что это путь без обратного? Понял я это уже, когда метамфетамин мне было сложно доставать, я перешел на амфетамин, который подешевле, подоступнее, но он перестал со временем просто действовать, уже были не те эмоции, не те эффекты, не та работоспособность, и я перешел на амфетрон, чтобы вернуть вот это состояние какого-то, ну, возвышенности какого-то сознания, что ли. И в этот момент я уже понял, что я качусь по наклонной, и сейчас зависимость уже меня одолевает. Сколько денег ты трекал в месяц на наркотики? Поначалу немного, я, в общем-то, занимался синтезом самостоятельно, поэтому мне приходилось тратиться только на реагенты, то есть, ну, фосфор, йод. Для себя, так сказать, варил метамфетамин, поначалу, потом мефедрон. То есть ты сам, то, что ты пил, то есть ты сам это делал? Да, да. У меня была еще со школы домашняя лаборатория, и я проводил различные эксперименты в органической химии, и для меня не составляло труда в одностадийную реакцию, как для метамфетамина, сделать его, собственно, пригодным для употребления, так и в двухстадийную реакцию с мефедроном, то есть проблем не составляет. Ну, это было из экономии, наверное, средств, в первую очередь, ну, и из какого-то такого научного, такого... Насколько это сложно? От Лео. Это довольно просто, если ты знаешь, что и как делать. У нас второй фильм, у нас начались во все тяжкие. Да, у меня было оборудование, у меня были клубы большие, был холодильник металлический для перегонки, были различные измерительные приборы. Эти приборы были именно под то, чтобы производить наркотики? Нет, они были изначально для каких-то обычных химических экспериментов, но я их затем приспособил под парку наркотиков. Просто по мере нарастания опыта, по мере того, как я испытывал на себе продукт, я уже мог сам выбирать какой-то тот или иной способ, ну, там, какие-то небольшие различия в синтезе для того, чтобы продукт получился качественным. То есть ты сам пробовал свой товар? Да. И менял в нем какие-то формулы? Ну, нет, я формулы не менял, я менял просто условия реакции определенные для того, чтобы, допустим, получился больше выход продукта или просто продукт был чище. Объясни, ты сказал, что у тебя перестала возможность получать наркотик. Да, да, это связано с тем, что для варки метамфетамин нужен эффект, который довольно труднодоступен. В настоящее время, раньше я его мог заказывать из Китая, он был достаточно хорошего качества, затем он пропал, и другой, который можно было достать, он был или сложен в извлечении, или просто сам по себе имел не ту смесь изомеров. Расскажи, когда-нибудь ты пробовал не свои наркотики? Да, конечно. Я, в общем-то, какое-то время, когда я не мог или не хотел заниматься синтезом, я просто покупал эти наркотики. Ну, на известном сайте, да, закладка? Да, да, в виде закладки. В сравнении с тем, что делал ты? У меня было гораздо лучше. Когда я делал свой продукт, я знал, что буквально, там, не знаю, 50 миллиграмм, и тебе будет достаточно для того, чтобы, там, часов на 8 зависнуть, если, там, касательно метамфетамина. А если ты покупаешь его на известном сайте, то просто, там, частота будет, ну, раз в 5, может, иногда в 10 раз хуже. Насколько дешевле было, ну, тебе произвести, чем купить? Ну, предположим, там, 50 миллиграмм, да, ты говоришь? 50 миллиграмм, я имею в виду, это стандартная доза. Это, то есть, достаточно, там, не знаю, буквально головки и спички, там, да, чтобы уже ощутить эффект от действительно чистого продукта. А когда ты покупаешь его, особенно это касается амфетамина, ну, или некачественные метамфетамины, которые тоже на рынке встречаются, там будет гораздо больше дозировки. Накрутка, которая идет на наркотики, начиная с поставщиков, заканчивая оплатой каждой закладки, это, ну, просто огромные деньги, и в себе стоимость получается копеечная. Ты не хотел продавать? Нет, я не хотел продавать, потому что у меня, во-первых, не было тех объемов, которые нужны для продажи, во-вторых, это для меня было слишком опасно, если иметь свое производство и самому же продавать это, можно очень сильно вылететь. Моральная сторона вопроса тебе как-то смущала? Ну, да, моральная сторона вопроса, тогда она, может, меня не очень смущала, но потом я все больше укреплялся во мнении, что я сделал правильный выбор, не продавая наркотики. По мере нарастания зависимости и осознания, я, конечно, стал относиться к этому исключительно как к наркотику, но у меня все сложнее и сложнее было что-то с этим уже сделать. Сколько времени прошло? Вот от первого употребления до момента, как ты попал сюда? От момента первого употребления до сюда пять лет. То есть ты употреблял пять лет? Да, с перерывами. Иногда у меня были перерывы по полгода, несколько месяцев. Я бывал, первое время употреблял очень редко, поэтому зависимость начала нарастать уже потом, последние годы. Ну, первое такое достаточно значимое событие, это когда меня арестовали сотрудники наркоконтроля на почте, где я получал марки ЛСД, которые я тоже хотел попробовать из целей изучения, так как психоделики изучались какого-то когнитивного бафа. И, конечно, это были случаи, когда я попадал в больницу из-за употребления, когда я на длительных марафонах уже из нашего организма столько, что у меня начинались какие-то реакции организма гипертолемических, когда температура у меня бывала, подскакивала до 40 и 41 градуса, давление падало до 60 на 40. И как бы в этих состояниях я уже практически думал, что умираю. Какая-то внутренняя боль, она усиливалась со временем, и это привело меня к мысли о том, что без лечения я уже не проживу долго. Сначала был в 12-шаговом революционном центре 3 месяца, и затем по согласованию с родителями меня перевели в данный революционный центр. Как ты отношусь к траве, к легалайзу и к отношениям, опять-таки, в Штатах, в некоторых странах Европы к этому виду наркотиков? Я отношусь к этому отрицательно, хотя, будучи в Канаде, на еще такой заре легалайза у них там, когда у них только начали появляться, вот эти магазины, я там был, и я пробовал этот наркотик, и я испытал вообще ужасную тогда, конечно, паническую атаку из-за того, что слишком много сразу скурил. Но я считаю, к медицине это не имеет никакого отношения, потому что трава – это действительно наркотик, и он изменяет сознание, может быть, слабее, чем некоторые наркотики, но достаточно сильно для того, чтобы приобрести зависимость. Но на этом вред травы не заканчивается. На самом деле есть много исследований, которые говорят о том, что трава приводит и к хроническим заболеваниям легких, и к падению функциональности иммунной системы, когда там лимфоциты начинают плохо работать. И также длительное курение травы, оно будет способствовать уменьшению коркового слоя, то есть неокортекса в наших лобных корах, что будет способствовать просто, ну, грубо говоря, отупению постепенному человеку и такому овощизации. Лучше просто не пробовать. Лучше не пробовать даже многие психоактивные вещества, которые могут быть не запрещены и которые могут использоваться как неотропы. Нужно относиться к этому с максимальной осторожностью, потому что в моем случае постепенное изучение вот этих наотропов, оно привело по ступенькам к наркотикам. Как ты планируешь, что ты планируешь делать после того, как вылежишь? Я планирую продолжить обучение в ординатуре на психиатра и, в общем-то, стать врачом-психиатом. Субтитры создавал DimaTorzok